Главой города Сергеем Завражиным уже издано и подписано постановление об организации праздничных новогодних мероприятий в Искитиме. Начальник управления культуры Вадим Матушкин в интервью нашей телевизионной компании рассказал, что программа празднования Нового года и Рождества будет насыщенной. Ближайшими планами спешим поделиться с вами, уважаемые телезрители. Несмотря на обстановку в стране и мире, в Искитиме состоятся новогодние мероприятия. Какие-то в режиме онлайн, другие в масках и с ограничением по количеству приглашенных или по QR-коду, если речь идет о совершеннолетних. Следуя утвержденному графику, возводятся и готовятся к эксплуатации объекты вокруг главной городской елки в зимнем городке в парке культуры отдыха имени Каратеева и на площади у дома культуры «Октябрь». В частности, в парке культуры имени Каратеева возводятся совершенно новые горки, соответствующие стандартам и ГОСТам, вступившим в силу в этом году. В этом году было принято решение купить новые горки. На горки потрачено более 600 тысяч рублей. Идет их сертификация, они выданы сертификаты, идет сегодня установка, затем их постановка на учет и со всеми этими последствиями много таких вот ограничений по горкам. К сожалению, горки в Ложковском микрорайоне в этом году не будет, так как не хватило туда средств нам сегодня купить. Но в парке две горки, детская и взрослая, будут установлены. Организации и предприятия в Новосибирской области и в ближайших регионах пока не имеют соответствующих лицензий, поэтому горки привезли и воскетим из Московской области. Основание елки украсит ледяное панно. В этом году будет ледяное панно с подсветкой и 2022 будет ледяное панно. Ну и символ нашего следующего года, 2022, это символ тигр, он тоже будет сделан из-за льда с подсветкой. Торжественное открытие новогоднего городка и главной елки в парке культуры и отдыха состоится в 18.00 28 декабря во вторник, а часом позже в 19.00 открытие елки состоится на площади у Дома культуры «Октябрь», после чего на сцене Дома культуры состоится премьера спектакля «Морозко». 21 декабря в Доме культуры «Молодость» состоится новогодний вечер для людей старшего поколения, 25 декабря в 14.00 в музее торжественно откроют 33-ю скетимскую художественную выставку, а 26 декабря в 14.00 в Большом зале ДК «Молодость» состоится новогодний утренник для детей, новогодний мешок с забавами. Новогодние мероприятия, игры и конкурсы состоятся в учреждениях дошкольного, школьного и дополнительного образования, а также в учреждениях культуры и спорта. Следите за анонсами.